здравствуйте дорогие друзья с вами снова антон мартынов и сегодняшний наш класс будет посвящен 60 самым известным фотографам которые работали в жанре ню такое полное название мы чуть-чуть его сократили чтобы влезал по крайней мере в титр да то есть это 60 самых популярных самых известных самых востребованных авторов которые снимали обнаженную натуру ну для начала нужно естественно некие условности обговорить да для чего нужен этот класс вообще зачем он для многих людей съемка обнаженной натуры это не является чем таким необходимым и не является чем-то важным ну конечно таким людям можно пропустить этот класс и может не смотреть но в целом я всегда говорил да что вообще съемка обнаженной натуры это обязательный этап в развитии любого фотографа точно так же это как обязательный этап в развитии любого живописца художника то есть если посмотрим у них на у живописцев если говорить про академическое художественное образование есть такой этап когда они сначала там рисуют какие-то гипсовые фигуры потом они рисуют что-то еще потом уже рисуют обнаженную натуру изучают анатомию рисует обнажен натуру потому что это дает им понимание устройства человеческого тела как она работает анатомия движения на физиологии все эти вещи которые нужны для того чтобы нормально написать портрет и сделать хорошую работу ну то есть конечно можно этого не знать и можно делать по наитию можно не изучать эти аспекты можно быть при этом творцом и история знает и таких людей тоже но если вы хотите чтобы было правоподобно если хотите чтобы у зрителя не возникало каких-то сомнений в том что он видит и насколько это красиво или некрасиво чтобы не было таких мыслей да лучше все-таки этот этап не пропускать для художников он тоже самое для фотографов лучше этот этап не пропускать потому что фотографирование обнаженной натуры на дает фотографу поднимание как устроено человеческое тело как она работает и если он хочет дальше снимать людей то есть хочет дальше практиковаться в портретной фотографии или хочет практиковаться дальше в жанр и фотографии то это этапы для него обязательны потому что на этом этапе он понимает свет понимает анатомию понимает работу с человеком но ну и собственно говоря это дает много возможности потом в дальнейшем то есть пропускать этот этап не рекомендую а для того чтобы хорошо в этом этапе себя почувствуете хорошо в этом этапе работать нужно изучать авторов которые оказали на съемку обнажен натурный больше влиять ну и поэтому этот класс и и родился для тех людей кто хочет работать в портретной фотографии студийной коммерческой жанры фотографии когда снимает людей это мне кажется необходимая вещь и кстати вы потом сможете увидеть что многие авторы которые здесь будут представлены и про которых я буду говорить они действительно снимали во многих жанрах то есть очень часто портретные фотографии съемка обнажен натуры они идут вместе коммерческой фотографии съемка обнажен натуре идут вместе но в силу ряда причин одной из них которых я перечислил но еще плюс надо не забывать что у нас есть опять же вопросы связанные сексуальностью это тоже тема большая для изучения всех художников вообще это про постоянно тема которая всплывает во всех творческих произведениях но муж так устроены да поэтому для нас вообще один из основных таких моментов базовый инстинкт размножения да и все что связано с ним соответственно это тоже тема которая довольно интересна для многих художников и на тоже имеет смысл изучать ее изучают как раз эти авторы тоже ну это такое небольшое вступление зачем на 2 такой кусочек вступления это пара слов вообще хотел бы сказать про то как устроен этот класс на и тут нужно просто сделать некие отступление чтобы не было потом каких-то недопониманий итак первый момент который я должен обязательно тоже сказать и должен обязательно про него объяснить да это не хит-парад но то есть если кто-то будет расположен раньше а кто-то будет позже в момент описания это не значит что кто-то лучше а кто-то хуже то есть если кто-то там последним пойдет это не знает что он совсем плохой автор да их он нужно упоминать в последнюю очередь нет это не хит-парад фотографов нельзя вот никак вот на мой взгляд разделить кто-то круче кто-то там слабее кто-то лучше перед данном случае нельзя вот такой формализовать что вот этот вы знаете вот он набирает там тысячу баллов а этот набирает всего лишь 998 баллов и поэтому чуть хуже невозможно такая формализация да конечно некоторые из них тех которые сегодня будет пойдет речь некоторые фотографы намного более именитые намного более знаменитые обласканные славой там получившие более гонорары а некоторые малозаметны такой тоже будет некоторые внесли больше вклад некоторые меньше вклад но все равно их нельзя вот как вот аранжировать и сказать что вот этот вот самый важный мы на него смотрим в начале а этот там типа на задворках он самый самый малозамет нет это не хит-парад я постарался в этом порядке второй момент который тоже нужно упомянуть невозможно рассказать о всех фотографах сразу потому что людей которые снимали том или ином жанре это неважно какой мы возьмем жанр там обнаженной натуры здесь данном случае или там возьмем там пейзажный лист и а портретность мы будем говорить про портретную фотографию фотографов очень много и в один класс невозможно всех впихнуть поэтому вполне возможно что есть много других имен которые вы знаете и которых может быть не знаю я которые достойны упоминания которые не попали в этот обзор ну что поделать у нас нет возможности охватить все сразу еще один момент который я должен опять же тоже сказать то у меня свои критерии отбора какие сюда авторы попадут разумеется я естественно ориентируюсь на мировой опыт на мнение многих других фотографов но если свои критерии эти критерии они довольно простые я считаю что если кто-то работать кого-то человека там мелькают постоянно и они постоянно куда-то попадают на мой взгляд уже говорит о том что он известен на мой взгляд говорит что он уже оказывает ли они кто-то из известных фотографов к сожалению не помню кто у меня плохая память на имена но он сказал такую интересную фразу на которой абсолютно полностью с ней согласен посмотреть кто раз я согласен то надо посмотреть но пока пока просто скажу о вольном пересказе фраза звучала так что не существует нас как уникальных личностей мы каждый творческий человек мы являемся результатом воздействия на нас других творческих людей то есть нет чистого какого-то там условно по карте брессон и карте брессон сформировался под воздействием таких-то 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 художников или таких-то авторов которые оказали на него сильное влияние то есть он впитал в себя какие-то вещи которые ему другие авторы рассказали показали или он самых открыл в других авторах то же самое каждый фотограф являются совокупностью влияния других авторов на него и творчество других авторов на него влияет. И поэтому, если говорить про то, что мы видим какие-то чужие работы, может быть, мы не знаем, кто автор, мы не знаем, кто, но если мы постоянно на них наталкиваемся, то это означает, что они на нас оказывают влияние так или иначе. Это значит, что люди им интересуются, они нам все время их показывают, и мы их все время видим. Это означает, что влияние этого человека неоспоримо. Хотя, может быть, где-то там в каких-то, опять же, кто-то составляет там топы фотографов, да, и, возможно, эти люди там даже не фигурируют. Но, тем не менее, они оказывают на нас влияние. То есть, может быть, человек малозаметный, то есть автор может быть не очень известный и не на слуху, но его фотографии все время там у нас перед глазами, и, значит, они оказывают на нас влияние, хотим мы того или нет. Ну, а это такое важное дополнение, которое, думаю, позволит понять, почему какие-то авторы были включены, а может быть, какие-то не были включены. Ну, еще, конечно, у нас остается пункт «Задать вопрос». Помните про этот пункт, у нас есть такая кнопочка слева, если вы нажимаете кнопочкой «Задать вопрос», и попадаете в дискуссию, в которой вы можете написать все свои соображения по поводу моих критериев отбора, по поводу того, что кто-то недостает, по поводу, может быть, кто-то лишний и так далее. То есть любые ваши соображения можете написать, и я уверен, что у вас всегда есть, что добавить, есть, что прокомментировать, и мы можем с вами это там обсудить. Разумеется, если вы напишите в комментарии к классу, такое часто бывает, люди пишут вопрос какой-то, когда просмотрели полностью класс, им дается возможность поставить оценку и написать комментарий. И они пишут туда вопрос, довольно часто так делают, но там я не могу ничего ответить, там нет такой функции ответить, и поэтому вопрос остается в повешенном воздухе. Поэтому обратите внимание, если все-таки вопрос или какое-то высказание, или какое-то там недовольство, или наоборот, что-то пожелание, то, в принципе, лучше это делать, нажав кнопочку «Задать вопрос». Ну, я это все регулярно говорю перед каждым классом, поэтому, думаю, смысла повторять это долго нет. Итак, еще один момент организационный, и мы двинемся дальше. Как смотреть этот класс? Тоже очень важен, на мой взгляд, момент, потому что, когда я отбирал материалы, когда я понял, что материалов получается очень много. Авторов много, они все разноплановые, фотографий тоже много, и плюс тема довольно специфическая, поэтому первое, что я должен упомянуть, что у нас класс 18+, то есть у нас есть ограничения по возрасту зрителей, но я думаю, это сами понимаете, потому что это материалы, которые подлежат такой маркировке, мы должны были это сказать, поэтому если говорить про то, как смотреть этот класс, вы должны быть возрастом больше 18 лет. Ну, или законодательство вашей страны, сами смотрите, какой там должен возраст для просмотра таких материалов. И что еще, какая рекомендация про просмотр этого класса? Смотреть лучше всего по частям. Ну, я понимаю, что довольно много авторов, и тут еще такая тема, что если ты сказал А, то нельзя не сказать Б, и будет странно, если включу, допустим, какого-то одного автора, но не включу другого автора, да, и поэтому получается, что действительно материалов довольно много, и поэтому я бы рекомендовал вам смотреть этот класс по частям. Ну, то есть не пытаться все сразу проглотить, хотя это тоже возможно, пожалуйста, это многим людям так удобнее будет, но если пытаться все сразу смотреть, может так и произойти, что глаз замылится. Ну, то есть будет слишком много фотографий, будет слишком много изображений, которые будут, ну, уже там смешиваться в кучу. Поэтому рекомендую смотреть по частям, ну, или пересматривать потом по частям. Первый момент, а второй момент, если вас какой-то автор заинтересовал, а, собственно говоря, для чего нужен класс, да, чтобы вы нашли авторов, которые созвучны вашему представлению прекрасным, если вас какой-то автор заинтересовал, то уже дальше изучайте его творчество самостоятельно, и смотрите, что он делал, что там предлагал, какие-то вещи делал. При этом нужно помнить, что некоторые авторы, например, ну, целиком и полностью посвечали себя эротической фотографии. Тут, например, будут у нас фотографы, которые работали в Playboy, да, и, безусловно, они тоже оказывают влияние, то есть их нельзя выкинуть из этого списка, потому что они на многих людей своим авторством, своей работой, да, оказали сильное влияние. Есть люди, которые снимают обнаженную натуру или снимали обнаженную натуру так вот, знаете, между делом. То есть вот основная их работа, допустим, съемка там коммерческой фотографии, но в ней присутствует, допустим, обнаженная натура. Ну, так вот они снимают, потому что это составная часть коммерческой фотографии. Помните, как слова приписываемые Хельмата Ньютона с Excel, да, и поэтому никто это не отменял. Поэтому, в принципе, здесь будут и такие авторы, и сякие авторы. И понятное дело, что когда вы найдете того или иного автора, имеет смысл изучать его все работы. То есть не то, что я вам покажу какие-то отдельные вещи, которые связаны именно со съемкой обнаженной натуру, а вообще все, и тогда будет более понятно его творчество, и более понятно будет его подход к фотографии. Ну, я думаю, это тоже понятная вещь. То есть, чтобы было ясно, что при разборе работ каждого автора не нужно зацикливаться на том, что я показываю. Это только одна сторона, зачастую одна сторона творчества этих фотографов. Но если я буду показывать все остальные стороны, мы вообще отсюда никогда не выйдем. Хорошо. Ну, давайте будем смотреть этот класс и будем обсуждать, какие фотографы у нас здесь есть. Итак, первая десятка, и помните, да, по алфавиту открывает эту первую десятку, Гуида Аргентини. Гуида Аргентини – это у нас итальянский фотограф. Он в 23 года решил себя посвятить карьере фотографа. Он сейчас живет между США и Италией, продолжает опять снимать, проводит большую часть времени в Лос-Анджелесе. И вот такой вот персонаж довольно сильное влияние оказал тоже на фотографию обнаженной натуры. Он выпустил несколько книг, которые стали, как любят говорить, культовыми. В 2003 году вышла его первая книга, которую он называл «Сильверай», «Серебряный глаз». И она стала отражением, эта книга, большой страсти этого фотохудожника к скульптуре и к танцу. То есть такие очень скульптурные работы и очень много танцевальных каких-то элементов здесь. Он выкрасил модели в такие вот красивые серебристые цвета. И вот он говорил, что фотография в этой книге – это история моей любви к скульптуре и искусству танца. Я работал с этими фотографиями с 1984 по 1996 год и финансировал абсолютно сам весь проект, связан с свои деньги. Ну и он говорит, что действительно сильно оказали на меня влияние многие другие авторы. Например, Константин Баранкузи, который делал статуи из полированной бронзы. И вот он как раз заставил эти статуи задуматься о природе, о красоте человеческого тела и красоте всего абсолютно. Ну такая вот история. Может быть, несколько романтических. Вот такие красивые фотографии. Они, в общем-то, нельзя сказать, что какие-то сильно сексуальные. Они очень красивые, они именно с точки зрения вот как скульптуры воспринимаются, как просто красота такая. Симпатичные фотографии, с симпатичными девушками, с красивых, совершенно безумных позах и с красивым светом. Но в эту книгу вошли не только серебряные фигурки, да, статуэтки. Еще вошли и такие фотографии. Это тоже из этой книги, из Сильвера. И там более такие приземленные сюжеты. Но, тем не менее, тоже многие из них, я думаю, попадались вам на глаза. Если кто-то занимается каким-то определенным видом фотографий, ну, то есть нравится человек, например, портретная фотография или обнаженная натура, то он так или иначе просматривает большое количество авторов, которые работают в этом направлении. И, разумеется, попадаются вот эти фотографии, они попадаются на глаза. И тоже оказывает на нас влияние. И мы потом начинаем делать что-то похожее или начинаем переосмысливать эти идеи и воплощаем это в своих работах. Вторая книга, которая называется «Private rooms» в 2005 году и уже другой мир, который показывает Гуидо Арджентини. Он показывает путешествие в мир эротизма. То есть вот фотография, которую он снимал в отелях, во всяких разных частных закрытых помещениях, где люди воплощают какие-то свои сексуальные фантазии. Вот такая тема у него была. Ну и надо сказать, что эти фотографии тоже очень сильно разошлись по миру. И тоже люди готовы были их перепечатывать. Такие журналы, как Playboy, Vogue, Maxim, Men's Health. Они все с удовольствием работали с Арджентини, чтобы заполучить такой контент. Вот на страницах этой книги уже там такой свой собственный мир. И это тоже 10 лет фотографий, сделанные, которые были в атмосфере закрытых комнат, частных вилл, современных квартир, отелей. От самых дорогих, кстати, до самых таких дешевых, с почасовой оплатой и пластиковой мебелью. Ну такой некий театральный, конечно, получился проект. Но очень тоже, опять же, запоминающийся. Очень многие фотографы потом его переосмысливали. Есть в его работах довольно заметное влияние Хелмута Ньютона. Мы про это будем говорить еще. Про то, как он повлиял на всех, кто работает в этом направлении. Например, вот эти фотографии. Они прям такой отсылка к Хелмуту Ньютону, к его работам и к его порно-шику, который так назывался, его творчество. Но есть и какие-то самобытные вещи. Но тоже, опять же, это влияние всех на всех, оказывается. В 2007 году третья книга вышла Гуиде. Это Reflections, отражение. И он использовал зеркала или всякие отражающие поверхности, чтобы получать какие-то неожиданные ракурсы, необычные перспективы. Использовать как раз преломление, искажение пространства при помощи зеркал. Вот такая тоже книга. Тоже стала бестеллером. Тоже там много раз издавалась. Ее с большим удовольствием покупает. Это большая книга, я видел ее в реальности. Красивый такой подарочный альбом. Вот. У него самые разные женщины разных национальностей, разных возрастов, разного темперамента. То есть нет какой-то зацикленности. Для каких-то женщин на этих фотографиях это работа, для каких-то игра. Некоторых он видел в первый раз, некоторые его старые знакомые. Но у него тут нужно заметить, что нету актрис, топ-моделей, знаменитостей. То есть он не снимал таких людей, которые известны всему миру. Потому что съемка людей, которые известны всем, это немножко другая история. Это работа уже с каким-то контекстом. И тут не так все просто. Вот такой автор. Опять же, если интересно, можете найти его в интернете, посмотреть его книги более подробно. Следующий автор скрывается под именем Араки. Это часть его имени. На самом деле Набуёси Араки. Он представляется везде как Араки. Это японский фотограф. И он широкую известность получил благодаря провокационным и вообще нарушающим любую табу японского общества. Работа на стынке эротики и порнографии. То есть он такое делал вообще. Более приземленную работу делал. Он сейчас является одним из самых востребованных азиатских фотографов вообще в мире. Одни критики его работы эпатажные объявляют, говорят, что это провокация, что это нарушение всех правил и всех возможных табу. А другие прославляют его как продолжателя старинной японской традиции эротической гравюры Сюнга. Вот такая вот тоже есть слава у этого человека. И из-за того творчества, которое он постоянно придерживается делать до сих пор, он продолжает снимать, постоянно получает штраф и даже его забирают в полицию. Например, в 1988 году журнал «Сосин Цзидай» опубликовал работы фотографов, которые сочли откровенные и незаконные порнографии, изъяли вообще весь тираж. Издание закрылось, а на «Боёсе Араке» долг давал показания в участке. Но это его не остановило, как и скандалы, которые регулярно возникают в Японии и на Западе, против него выступают регулярно активисты, ничего не останавливает человек, человек продолжает творить. Но я всегда говорил, что творчество — это когда ты не хочешь что-то сфотографировать, а когда ты не можешь не фотографировать. То есть он не может остановиться, не может не фотографировать. Ну вот творческий человек. У «Боёсе Араке» огромное количество персональных выставок в Америке, в Европе. Ну а в Японии, как мы знаем, да уже я говорил про то, что он не единожды был обвинен в порнографии, в изготовлении порнографии. Но мы помним, что скандалы, еще к тому же, они способствуют укреплению славы, поэтому, да, это тоже двигатель, который позволяет его лучше узнать. Если говорить про сегодняшний день, то сегодня Араке — это живой классик, и неоднозначная реакция публики, которая до сих пор вызывает его снимки, но только способствует поддержанию интереса к его работам. Араке до сих пор не боится поднимать разные скандальные темы, а учитывая ту энергию и темперамент, с которым он продолжает снимать, он еще долго будет провоцировать публику, судя по всему. Ну можно этому только порадоваться. Ну вот и со звездами он тоже работал в меньшей степени, конечно. Но это Леди Гага, конечно, эпатажная такая поп-звезда Леди Гага, и она знаменита своими провокациями. Кстати, не раз она еще будет у нас здесь попадаться. Она у многих фотографов успела посниматься, и в том числе в обнаженной натуре. Поэтому неудивительно, что она здесь оказалась. Но да, они не могли пройти мимо друг друга. Живая легенда азиатской фотографии. И Набио Сиараки, которая снимает эротические фотографии, да, и Леди Гага, живая легенда, такой эпатажной поп-звезды. Вот, и фотограф опубликовал более 400 книг, очень много книг. Количество созданных проектов вообще невозможно почитать. Один из самых плодовитых современных авторов, очень много снимает. И несмотря на то, что сейчас ему 80 с хвостиком лет, продолжает работать в излюбленном жанре. Вот фотографии, видите, у него есть свои собственные фишки, у него есть собственные фетиши, которые он любит фотографировать. И вот связывания и прочие разные вот такие вот вещи с фиксацией людей, они для него, видимо, важны, значимы. И вот они постоянно в его творчестве мелькают. Надо сказать, что Араки вообще сам присутствует в своих фотографиях довольно часто. и сам себя фотографирует, и очень часто участвует в разных процессах. Вот, и он не является каким-то сторонним наблюдателем, он участник процесса. Вот, ну и признание о том опыте, который он приобрел во время съемок, который он дает во время интервью, шокирует публику порой даже не меньше, чем шокирует его работы. Сам присутствует в кадре, фотографирует себя как участника процесса, и, к сожалению, сейчас говорит, что больше ему недоступно. Ну, возраст все-таки, да. Для фотографа, для автора фотографии, это открытие, в первую очередь, ну, себя, себя он пытается открыть. Он стирает границу между фотографом и объектом съемки, и продолжает торжество такого субъективизма, можно сказать. Еще один момент, который прослеживается в творчестве Араки, и он очень часто виден на его картинах, это личные переживания. Личные переживания, ну, они вот не только затрагивают сферу неоднозначных его развлечений, он еще и фиксировал всю семейную жизнь, начиная с Медового месяца, вот, и его снимки с женой Йока вошли в альбом, который назывался «Сентиментальное путешествие», выпущенный в 1971 году. Но через два десятилетия, это вот их трогательная такая фотоистория, закончилась супруга, но, боюсь, Араки умерла от рака в 42 года, и он фотографировал ее во время болезни, и на основе этих кадров сделал даже передвижную выставку, ну, вообще ничего не скрывает о себе, о своей жизни. Но вот рефлексия о смерти своей жены, ну, находит отражение в его современных работах. То есть видно, что вот он как-то думает о смерти, ну, или каким-то образом вот эти вот размышления о бренности, они присутствуют в его работах во многих и других тоже. Ну, как, в общем, любой автор, он работает над той темой, которая его волнует, над теми темами, которые его беспокоят, и находит много, как видите, тоже людей, которые считают его творчество интересным. Это вот был на боюсь Араки. Следующий автор, которого вы все прекрасно знаете, он известен по другим классам, которые я тоже записывал, где были самые известные фотографы, и это Ричард Авидон, это американский фотограф, мастер модной фотографии, в первую очередь его помнят как мастер модной фотографии, ну, еще мастер, кстати, документальной фотографии, и еще очень часто Ричард Авидон считают основоположником стиля гламур, где все такое красивое, прелизное. Ну, считается, что он одним из первых начал делать в стиле гламур фотографии, хотя, на самом деле, я думаю, что найдется много авторов, которые тоже можно приписать, как говорится, родначальникам, назвать их в стиле гламур. Вот, и он тоже снимал много, в том числе обнаженной натуры, то есть, помимо того, что он снимал много одетых людей, по Рафоте, да, потому что снимал гламур, да, снимал фэшн, да, моду, рекламу, нафотографировал коммерческие много было проектов, но и снимал, в том числе, и обнаженную натуру, потому что мы знаем, что мир моды, фэшн, гламура, он очень тесно связан с миром сексуальности, с миром обнаженной натуры, с миром запретных желаний или открытых желаний, но это все очень связанные вещи, да, потому что все давно поняли, что секс-сейл, да, это очень важный двигатель продаж, и поэтому вот мы видим, что это является обнаженная натура, и коммерческая фотография очень часто являются соседями очень тесными. Ну и плюс еще творчество, потому что он был очень творческий человек, и, кстати, очень разноплановый, и можно видеть, что в его работах есть очень много интересных, непохожих друг на друга сюжетов, и надо сказать, что вообще Авидон изменил мир рекламной фотографии, потому что до того, как он снимал, до того, как он ворвался в этот мир, обычно с фотографии смотрели некие какие-то холодные томные барышни красавцы, были очень вычурные наряды, все было очень статично, все должно было быть, как сейчас любят говорить Лухари, да, все должно было быть очень красивым, очень таким нарядным и отстраненным, да, это было до него, а он сделал все значительно более интимным, значительно все более близким, люди на фотографиях у него ожили, стали более такими натуральными, ну, появилось много динамики, это его творчество вот такое вот. Ну, вот очень много работал, в том числе и с обнаженной натурой, и как любой, в общем-то, человек, который снимает людей, он рано или поздно приходит к теме, что человек без одежды тоже интересен, и тоже есть свои моменты, которые имеет смысл изучить. У Аведона есть отличительная черта его работы, если посмотреть, снимать, то можно увидеть, что он считал и всегда говорил, что фотографии работают два человека, то есть, ну, если он двух, фотограф и модель, да, если все-таки участвуют два человека, ну, там, может быть, три человека, если будет две модели, но суть такая, да, фотограф и модель, и результат в одинаковой мере зависит от труда обоих, то есть фотограф что-то привносит, и модель что-то привносит, То есть он считал, что если он кого-то фотографирует, то труд двух людей, с авторства. И все работы, которые делает Аведон, они очень открыты. Он никогда не фотографировал из-под тяжка, никогда не снимал, когда модель чем-то занята, и она отвлеклась, и вот он, может быть, поймал какой-то момент. Такого у него не было. То есть все его работы, даже документальные работы, у них прямое открытое взаимодействие модели со зрителем, через фотографа, и никаких случайных кадров. Все по договоренности, все в тот момент, когда модель готова, и модель готова привносить что-то свое. Поэтому его работы до сих пор цитируются, до сих пор используются. И мы можем видеть парафраз этих многих работ или осмысление этих многих работ у других авторов. Ну, как мы говорили, что все на всех влияют. Ну и что еще, особенность тоже у Аведона, это динамика, движение, такое ощущение полета, нарушенная равновесие. И это все как раз его творческий почерк, который прекрасно виден на многих работах. В 1995 году Ричарда Аведона привлекли для создания календаря Пирелли. Первый календарь он Пирелли снял в 1995 году и сделал такую вот как раз работу, которая называлась «Четыре времени года». И тематический календарь обращался к временам года и были представлены тремя известными топ-модели и одной начинающей модели. Надя Аурман, платиновая блондинка с холодным взглядом, она изображала зиму. Молоденькая, когда ей только использовалась вообще 17 лет, Фара Саммерфорд, весну. Наоми Кэмпбелл, лето. И Кристи Тарлингтон изображала осень. Вот он снимал их. И тоже, опять же, фотографии, которые всем известны. И все, кто знает творчество Аведона или даже не знает, он постоянно сталкивается с этими работами, постоянно их видит. Вот такая вот получилась интересная работа для календаря Пирелли. Еще раз напомню, что на календарь Пирелли это вообще на самом деле для многих некий такой, для фотографов, Оскар. То есть признание заслуг, признание умений, навыков, всего-всего-всего. И далеко не все люди могут поучаствовать в этом проекте, к сожалению или к счастью, не знаю. То есть это очень жесткий отбор, очень жесткие критерии по отбору. И поэтому, если кого-то приглашают снимать календарь Пирелли, то можно быть уверен, что это действительно мастер большого, крупного калибра и высокого уровня. Вот такие получились работы. Многие из них, я думаю, вам попадались в том или ином виде, потому что, как я уже говорил, интересные фотографии, интересных авторов, они качуют из издания в издание, не знаю, там из подборки в подборку и откуда-то перетекают и постоянно мы их видим. Это вот бэкстейдж немножко. Про съемки календарей Пирелли я записывал отдельный класс, там все календари Пирелли были перечислены, даже те, на которые материала практически нет. Вообще с календарем Пирелли все очень сложно, потому что это печатное издание, и найти какую-то такую вот фактуру, найти фотографии, найти снимки порой очень сложно, потому что, ну вот есть на печатном виде, зачем их в электронном виде, да, Пирелли не оцифровывает эти фотографии, поэтому это все какой-то сплошной сложный такой путь найти. Вот если интересно вам про календари Пирелли, про то, как они развивались и кто там принимал участие, вот можете посмотреть отдельный класс. Ну, естественно, не только в календаре Пирелли, снимал обнаженные натуры, он еще и по-другому фотографировал тоже, и много связано с миром фэшн, с миром моды, и очень много перекликается, перемешивается эта мода, да, зачастую с обнаженной натурой. Второй раз Ричарда Давидона пригласили снимать календарь Пирелли в 1997 году, еще раз его пригласили, и была такая тема Women of the World, то есть тема женщины мира, и он тоже снимал вот такую вот, сделал работу большую, объемную, в которой фотографы просто дали, какие страны наиболее часто и активно участвуют в работе Пирелли, то есть вот поскольку это межконтинентальная корпорация, которая присутствует на многих, соответственно, рынках и во многих странах, вот какие-то страны оказывают там наибольшее влияние на работу этой структуры, да, и вот они, соответственно, сказали, какие страны наиболее важны для них, рынки, и он сделал некое свое представление, как выглядят девушки от той или иной страны, ну, опять же, с учетом, попытался с учетом самых таких известных традиций этой страны, вот, и вот такие получились работы, опять же, тоже про них я подробно рассказывал и показывал в классе, который посвящен календарю Пирелли, здесь можно только вспомнить и посмотреть, действительно, какие интересные работы сделал для календаря Пирелли Авидон, вот, иногда он не одну девушку снимал, а две-три девушки, иногда это были известные люди, иногда менее известные, вот, ну, такая вот получилась интересная тоже работа. Вот это Швеция, это, разумеется, Италия, Моника Белуччи прекрасная, а это Россия, ну, вот видите, с Россией, мне кажется, у нее, конечно, не совсем совпало, по крайней мере, традиционные наряды, которые в представлении Ричарда Авидона соответствуют России, и российской моде, мне кажется, совершенно не соответствуют, и плюс девушки, на мой взгляд, тоже не являются типичными россиянами, на мой взгляд, опять же, я, может быть, не очень хорошо эту тему знаю, но это, тем не менее, это вполне все российские модели, это Ирина Понтаева, Кристина Семеновская и Татьяна Завьялова, это вполне русские имена, и хоть, может быть, они и выглядят нетрадиционно в понимании, опять же, российских женщин, не так обычно, как мы их представляем видеть, но, тем не менее, это действительно россиянки, это Америка. То есть, вот такие дела работы, и, опять же, если вам интересно, то творчество Авидона, естественно, имеет смысл изучать полностью, то есть, обнаженная натура, это, конечно, немножко вырвано из контекста, но, тем не менее, он оказал сильное влияние на мир вот этой фотографии, обнаженной натуры, тем, что он привнес как раз, во-первых, а, гламур, б, фотографию, собственно говоря, родоначальником был, б, принес отсутствие статики и внес динамику, и, ц, если говорить, да, он, конечно, добавил фотографию вот именно как раз своего отношения с моделями, что модель должна тоже работать и получать интересный результат за счет того, что это творчество двух людей. Следующий автор – это Питер Бирт. Питер Бирт тоже входит в самых известных, там, в десятку, да, там, или в двадцатку, да, самых известных фотографов мира, вот, и он тоже довольно популярен и известен тем, что это американский художник, он долгое время жил в Кении, в Африке, да, и, соответственно, там фотографировал африканские по природу, африканские, там, эти дикие джунгли, животных, вел часто дневники, и его фотографии в том виде, в котором он их публиковал, не похожи на фотографии, это скорее коллажа. Это такие вот дневники, на которых что-то там наклеено, что-то написано, что-то там собрано вместе, какая-то, получается, целая такая история, да, все вместе, какие-то записи от руки, может быть, даже какая-то там следы крови, там, в том числе, там, животных и даже автора самого, он считал, что это очень важная какая-то тема. Вот, и он сотрудничал со многими глянцами журналами, с ВОК, Эль сотрудничал, он дружил и работал с Энди Уорхолом, с Альвадором Дали, с Трумэном Капотом, Ричардом Линдером и так далее, там, подобное, то есть, снимал Мика Джаггера, Жаклин Кен Дианасис, ну, то есть, многие люди попадали перед объектив его камеры, это не какой-то там затворник, который живет где-то в Африке, это действительно был очень популярный фотограф, который работал в такой вот своеобразной манере. Вот он фотографировал, да, не только дикую природу, он еще для индустрии моды открыл много новых имен, для этого он отвозил малоизвестных моделей в свою любимую Африку, создавал там неповторимые композиции, и там красота манекенщиц, которых он туда привозил, и топ-моделей гармонично сочетался вот с дикой природой, которая там, есть вот такие уникальные фотографии, получается, ну, и создавал новые имена. Можно вспомнить Имман, например, довольно известная модель, которая стала популярна благодаря Питеру Берде. Ну, надо сказать, что в 2009 году он тоже снимал календарь Пирелли, вот, и получилась такая, в его исполнении календарь Пирелли получился совершенно такой безбашенный замес гламура, дикой природы и сексуальности, вот, и действительно получились очень интересные работы в календаре Пирелли, но это его стиль, это его как раз такой подход. Снимался этот календарь Пирелли в Ботсване, и провел он там 10 дней, и снимал 7 известных топ-моделей среди дикой природы, уж как они там выжили, это уже не говорится, не рассказывается, мы не знаем, но получились очень интересные работы в его таком фирменном стиле, который очень-очень узнаваемый, очень характерный, вот эти коллажи, где что-то вкраплено, что-то записано, что-то от руки зарисовано, какие-то вещи, да, вот это все получается интересная работа, ну, в том числе с элементами обнаженной натуры, которые тоже можно здесь интересно рассматривать. Но, опять же, про этот календарь я подробно рассказывал, как он снимался, что там, кто участвовал, все, у нас есть отдельный класс про календарь Пирелли, а мы сейчас говорим про творчество Питера Бирда, который, да, действительно тоже очень многое сделал для того, чтобы съемка обнаженной натуры была интересной, и чтобы ее любили смотреть. Вот, очень часто и много снимал модель, топ-модель Верушку, это ее имя такое, которое стало псевдонимом, вот, и она очень любила участвовать в проектах с боди-артом, с раскрашением, и поэтому очень много таких фотографий, где он тоже ее каким-то образом раскрашивал, фотографировал. Ну, еще Питер Бирд известен тем, что он был эко-активистом, как бы сейчас сказали, то есть человеком, который выступал за то, чтобы человек меньше влиял на дикую природу, и чтобы след жизнедеятельности человека сводился к минимуму, да, и вот он, чтобы не погибали потом популяции диких животных и так далее, и тому подобное, то есть у него на эту тему тоже довольно много заслуг. А мы переходим к следующему фотографу Ги Бурден. Ги Бурден – это французский фотохудожник, модный фотограф, известный своими провокационными снимками, это вот абстракционизм, который был привнесен в фотографию. Ги Бурден, он ученик был Манрея, Манрея – это известный абстракционист, мы сегодня тоже про него поговорим, потому что, естественно, тоже оказал сильное влияние на фотографию вообще в целом, но и на обнаженную натуру тоже, конечно. Вот, и Манрея был сюрреалист, и, соответственно, Ги Бурден как ученик Манрея тоже привнес немалую долю сюрреализма в фэшн-фотографию, ну и в обнаженную натуру. То есть мы можем видеть в его работах очень много странного и непонятного на первый взгляд, но на самом деле, если смотреть более внимательно, то и знать многие вещи, то мы сможем увидеть отсылки, куда это отсылается, на что это намекается, потому что любое творчество любого человека – это не просто какой-то некий спонтанный акт, это, как правило, отсылка к более поздним или к более, там, каким-то дальним слоям культурного наследия. Вот, и Ги Бурден вообще сначала думал быть художником, но в 20 лет он поступил на военную службу, и он служил в качестве военного воздушного фотографа, но это, в общем-то, как вы понимаете, изменило его жизнь. Он стал фотографом, вернулся в Париж и стал вот фотографировать. Сначала был, конечно, работал продавцом объективов, а потом он познакомился с Манреем и стал фотографом, таким уже. Вот, и вот такие дела фотографии, которые выглядят, конечно, довольно, ну, в какой-то степени, может быть, понятны и близко нам сейчас уже, но тогда это смотрелось, конечно, совершенно как неочевидно, и такого быть не должно, и все это выглядело нестандартно, как минимум, да, те работы, которые он делал тогда. Сейчас мы уже, конечно, можем воспринимать совершенно разные фотографии, и можем сказать, а, это, типа, как Ги Бурден, да, а это вот, там, как Манрея, да, как то. Тогда это был, конечно, такой перелом. Тем более, что он это привносил в фэшн, в фэшн фотографию. Вот, и работы Ги Бурдена, они брали зрителей очень часто за живое, не красотой поз моделей, то есть, не какие-то вычурные позы или, там, не идеальные какой-то экспозиции, а вот необычным подходом к организации кадр, который вызывал, порой, вот, широкий спектр эмоций от непонимания до веселья, то есть, вот, люди, кто-то, не про, кто-то хохотал, да, смешно, но этот как раз и есть, да, творчество, которое заставляет людей задуматься о чем-то. Очень эротичные работы, даже когда в одежде фотографировал девушек, ну, и в том числе, обнаженную натуре тоже довольно много снимал, и тоже есть много фотографий, которые, опять же, переходят из, там, подборки в подборку, постоянно они попадаются на разных форумах и так далее, там, потом, то есть, фотографии, которые оставляют след в умах людей, поэтому и этот автор здесь тоже, безусловно, его обойти было никак нельзя. То есть, вот такая вот своеобразная доля абстракционизма, своеобразная доля такого сюрреализма в его фотографиях, она присутствует. Следующий фотограф – Жан-Пьер Буржуа. Жан-Пьер Буржуа – это французский художник и фотограф, который известен своими снимками «Обнаженную натуру», он работал для плейбоя долгое время, он родился в 1947 году, вот, и он снимал для журнала «Луи», такой был журнал эротический, это такой французский плейбой, в течение 28 лет, и он фотографировал самых красивых девушек в мире, и фотографировал там в Ривьере, там, на Сейшельских островах, Багамских островах, Филиппин, Сан-Доминго, то есть, вот, в красивых райских местах фотографировали красивых девушек, да, это было чисто эротические работы. Да, можно сказать, что совершенно странное соседство Ги Бурдена, например, которые признаны авторы, там, Ричард Давидона, который признанный автор, и вдруг Жан-Пьер Буржуа, кто такой Буржуа, да, непонятно, никто не знает, кто это такой, и никто не может вспомнить, но его работы мы видели регулярно, те, кто увлекается тем или иным жанром, как я уже говорил, они видят эти работы, и мы не можем сказать, что человек, который снимает для плейбоя, оказал меньше влияния, чем Ричард Давидон, который снимал на фэшн-моду и был признанным гением. Почему? Потому что Ричард Давидон влияет на всех фотографов, на всех авторов, но такие авторы, как Буржуа, например, они влияют на людей, а люди уже формируют определенный запрос. То есть, кто оказал сильнее влияния Давидона или Буржуа, очень сложно померить, потому что одни брали интеллектуальным каким-то и интересным творческим подходом, а другие брали тем, что они работали с запросами людей и работали на огромную аудиторию. И, разумеется, и то, и другое тоже было творчеством. Разумеется, нельзя списывать со счетов и то, что он делал интересные работы, но они, конечно, были, надо понимать, что для плейбоя, пентхаус, таких вот журналов, которые специализируются на эротическом контенте. Сегодня фотографии, которые напечатаны Буржуа, они продаются на аукционах современного искусства, они являются предметом выставок в галереях Парижа и Лондона и продаются, кстати, не так уж и дешево, в общем, в принципе, ценятся его творчество. И его работы тоже продолжают оказывать влияние на людей, и мы продолжаем на них смотреть, и мы от них никуда не денемся. Это тоже наследие, которое влияет на нас. Да, они, конечно, может быть в чем-то проще, но в чем-то и, может быть, интереснее, честнее и открытие, чем, например, какие-нибудь работы человека, который пытается протолкнуть сюрреализм фотографий. Но, надо сказать, что ничто не проходит бесследно, и в 2015 году Жан-Пьер Буржуа был приговорен к 8 месяцам тюрьмы за сводничество, потому что суд нашел, что в 2008 году он принуждал молодых женщин заниматься проституцией не только за деньги, но и за подарки, за купальники, какое-то красивое, прекрасное белье. Но, к сожалению, не все авторы оказываются чистоплотными, не все авторы оказываются хорошими, и наличие рядом красивых женщин и некая атмосфера вседозволенности иногда влияет не самым лучшим образом на фотограф. Кстати, не только Жан-Пьер Буржуа имеет такие вот обвинения, и некоторые фотографы, мы сейчас еще будем говорить позже, тоже получили ряд обвинений в сексуальных домогательствах, в эксплуатации человеческого тела. Как мы видим, Араки был вообще в изготовлении порнографии обвинен неоднократно, поэтому тут вопрос такой, да, действительно, зыбкая почва, и должен быть очень морально крепким, чтобы работать в этом жанре и не оступиться. Следующий фотограф Билл Брандт. Билл Брандт оказал тоже сильное влияние на фотографию обнаженной натуры, и это английский фотограф. Он считается одним из наиболее выдающихся мастеров фотографий 20-го века вообще такой, ни много, ни мало. И сюжеты многих работ Брандта, которые он снимал, это «Жизнь англичан». «Жизнь англичан» и пейзаж в окрестностях его родного Лондона. И работы, которые делал Брандт, они очень схематичны. Если посмотрите, у него есть особенность такая, которая прослеживается во всех его работах, которые он делал. У него было два таких крупных периода. Период, когда он снимал социальные какие-то портреты, то есть фотографировал жизнь людей, живущих в окрестностях Лондона и в Лондоне. А потом он стал снимать обнаженную натуру. Вот как-то вот так вот. У человека произошел слом жизни, он сказал, что типа нет, я больше не буду больше снимать трущобы, я буду снимать красивых обнаженных женщин. Но и там, и там его работают такие схематичные, мрачноватые, и им такая свойственна графическая направленность. И это ранние работы обнаженной натуры, 30-й год, Билла Брандт, фотография. И в 31-м году он вернулся в Англию после того, как работал ассистентом сериалиста и фотографа Монрей. Опять у нас здесь Монрей всплывает. В 30-м году он был его ассистентом, и в 31-м году вернулся в Англию и посвятил себя репортажной съемке. И во время Второй мировой войны с 30-х годов он снимал социальные такие портреты Великобритании, такие пейзажи, улицы. Все такое мрачноватое, схематичное, все такое жутковатое, длинные такие тени, странные ракурсы, мрачные картины. Это был один период. А потом он сказал, ну вот в 40-х годах социальный репортаж мне уже неинтересен, обратился к пейзажам, стал снимать очень много пейзажей, портретами и обнаженной натуры. И один из первых он начал снимать таким сверхширокугольным объективом с близкого ракурса. И это приводило к сильным таким искажениям, деформациям, оптическим таким иллюзиям, в которых части тела начинали становиться какие-то больше, какие-то меньше. Приводило к тому, что люди стали смотреться не как люди, а стали смотреться как некие пейзажи или как некие объекты, которые даже не воспринимаются людьми, а что-то такое вот сюрреалистическое. Не то люди, не то формы природы. И у него такой действительно был свой стиль. Многим он очень, стиль этот нравится. Очень часто он снимал на фоне обнаженных людей, на фоне природы. И очень часто снимал довольно крупно какие-то отдельные детали. И показывал как раз то, что люди и красота человеческого тела, она вполне вписывается в красоту природы и вполне может быть с ней совместима. И даже очень гармонично они смотрятся вместе. И что люди – это действительно красивые произведения природы, можно так сказать. И я уже говорил, что у него такая довольно схематичность присутствует в его работах, и графическая это такая направленность. И еще надо сказать, что он со временем его работы, то есть по времени они становятся все более и более схематичны. И надо сказать, что в 50-х годах он даже стал перепечатывать свои старые фотографии, чтобы добавить контрасты, чтобы избавиться от мягких полутонов и чтобы создать такую жесткую графичную картинку. То есть чем дальше его творчество будет смотреть, тем будет больше этой схематичности, тем будет меньше какой-то такой живости, а больше такой сложности именно в передаче информации. Ну, тоже очень интересная работа, и всем, опять же, я рекомендую, потому что это своеобразный взгляд на вещи. И если говорить, что кто сильнее всего оказал влияние, то, безусловно, да, очень сложно, помните, вы говорили, что мерится, то надо обязательно отметить Билла Бранта с его подходом съемки людей как неких таких объектов природы, красоты природы, да, и это изменило взгляд на красоту. Во многих людей это действительно сильно повлияло его работой. А мы переходим к следующему автору, это Андре Бритто. Андре Бритто – это португальский фотограф, специализирующийся на съемке фэшн, рекламы, обнаженной натуры, он до сих пор продолжает снимать. И многие его работы, я уверен, вы видели, такие скульптурные фотографии с красивым объемным светом, в котором очень часто присутствуют танцовщицы и тема танца. Они такие, скорее, связаны больше с формами и с изгибами, с извивами, чем с какой-то ярко выраженной сексуальностью. То есть это как раз очень похоже на то, что делал Аджентини, на мой взгляд. То есть такой же автор такого же плана, который работает с пластикой человеческого тела, с красотой человеческого тела, с объемами, с формами, именно как скульптор, скорее больше, как человек, который работает именно с этими объектами, как с элементами красоты. То есть вот такие вот моменты. Тоже очень известные работы, у него много работ, и многие попадаются, многие работы, которые он делал, пытаются перефразировать, переделать, по крайней мере, те, которые связаны с балетом или с танцем, с движением, они очень часто, я вижу, что их пытаются копировать, пытаются воспроизводить другие фотографы, это очень здорово, значит, то, что он оказывает влияние. Следующий фотограф Саймон Бродзек, очень сложно произнести, Саймон Бродзек. Это польский фотограф, оператор, режиссер, фотограф, который специализируется на съемке рекламы, в первую очередь, ну и обнаженной натуры. А Саймона Бродзека называют, как очень часто любят называть, очень это нередкое такое явление, да, его называют продолжателем творчества Хельмута Ньютона, или, говоря, там, польский Хельмут Ньютон, часто. Мне не нравится это словосочетание, но действительно, влияние Хельмута Ньютона и его работы очень заметны, очевидны, это тоже черно-белые такие графичные работы, это тоже такие женщины сильные, которые делают то, что обычно не привыкли, что делают женщины, участвуют в соревнованиях, где там побеждают, да, или дерутся, или как-то там берут власть в свои руки. Вот он, Саймон Бродзек, он действительно делает такие работы, которые в чем-то сильно напоминают творчество Хельмута Ньютона, хотя бы не сказал, что это прям один в один, не сказал бы, что их можно как-то перепутать, нет. Надо сказать, что Бродзек с начала своей профессиональной деятельности доставился множество наград, у него много там, не только за личные и за коммерческие проекты, много наград. В 2012 году он получил, например, золотые медали на Прикс Дела, при Дела фотографии в Париже, то есть на конкурсе фотографии в Париже. В 2013 году на фестивале в Каннах Fashion TV признал Бродзека лучшим черно-белым фотографом в мире. Ну, такое признание громкое, но, тем не менее, вот действительно работы у него бывают очень интересные и действительно, опять же, очень похоже на творчество Хельмута Ньютона, но свое. Все-таки не копирование в один в один. Что тоже довольно интересно. И опять же, я уверяю вас, и я думаю, что вы сами видите, что эти многие работы оказывают сильное влияние на других фотографов, и они пытаются это все повторить, пытаются все это воспроизвести, пытаются это сделать уже по-своему. То есть, значит, что влияние этот фотограф оказывает. Но вот эта работа очень близка, на мой взгляд, по духу к Хельмут Ньютонским настроениям. Какие-то похожи на что-то другое, какие-то на других авторов похожи, но, тем не менее, мы видим, да, что это действительно получается самобытная работа. Следующий фотограф – Боб Карлос Кларк, или Боб Кларк, если сокращенно. Британо-ирландский фотограф, который делал эротические изображения женщин, а также документальные, портретные, кормерческие фотографии. Как видите, очень многие фотографы не зациклились на одной какой-то сфере, не занимались только эротической фотографией или обнаженной натурой. Зачастую это было очень много разных направлений. Ну и вы понимаете, что это часто бывают вещи совместимые. Ну, то есть, фотография людей практически невозможна без фотографии обнаженной натуры, потому что я уже говорил, что именно в обнаженной натуре мы понимаем, как устроен человек, и как он движется, и как выражаются эмоции, да, в одежде это порой не видно. Ну, это небольшое лирическое отступление. У Боба Кларка было очень много работ, которые мы бы сейчас назвали такой фетишистской направленности. Очень много латекса присутствует в его фотографии. Это такой фирменный стиль. Он получил ученую степень магистра искусств в Королевском художественном колледже и стал фотографировать девушек в облегающих таких латосных костюмах. И этот образ принес ему славу и титул такого одного из основоположников фетиш образа, фетишистских таких тем. Довольно интересно в его творчестве то, что он не снимал, опять же, известных моделей, не снимал, практически не снимал каких-то популярных людей именно в обнаженной натуре. Он снимал в основном незнакомых ему, чаще всего, незнакомых ему девушек, жажащих приключений. Он находил их порой там в барах, каких-то таких местах, где вроде бы как и не ожидаешь найти модель, но тем не менее, действительно брал людей, которые не отличают стандартом мира моды. И он считал, что неправильная фигура гораздо интереснее, чем какая-то такая привычная всем внешность. Работы довольно провокационные. Многие работы, опять же, повторяются. Многие работы с другими авторами повторяются. Многие работы видно в парафраз других фотографов. То есть это, в принципе, говорит о том, что он тоже сильно оказывал влияние. В основном снимал, конечно, за случайных знакомых, сдал модные фотографии и поднимал на какой-то новый уровень вот эту фотографию модную. Его часто, опять же, тоже называли британским ответом Хельмоту Ньютона. Но зачем так называли, я не знаю, потому что его творчество, мне кажется, совершенно не пересекается с Хельмотом Ньютоном. Совершенно разные направления. Ну, такие он делал работы. Причем он преуспел и в коммерческой фотографии. И делал вот такую прям серию работ, которая тоже очень активно, можно сказать, завирусилась. И очень много тиражируется, где вот такая убийственная красота называется серия работ. Здесь все одето, но вот имелось в виду, что вот реакция людей на очень красивых девушек. Но известен он, конечно, в первую очередь такими работами, где латекс, где определенные какие-то фетиши и где какие-то сексуальные игры присутствуют в кадре, да, это его наиболее известные такие работы и наиболее известный конек такой. Вот. Это тоже очень известный фотограф, тоже очень популярный, но в жизни он был довольно ранимый. И надо сказать, что он всегда говорил, что создание фотографий требует очень большого напряжения всех внутренних сил. И когда все выходит как надо, он говорит, чувствуешь себя победителем, но если не получается, то руки просто хочется на себя наложить. Ну и, к сожалению, он в 2006 году так и сделал, да, бросился под поезд, ну, да. Вот такая вот трагическая судьба очень тонко ранимого человека. В его работах это, по-моему, очень хорошо видно и прослеживается его как раз ранимость и его какая-то беззащитность. Субтитры создавал DimaTorzok